Продолжение следует... 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 И, в общем-то, соответственно, такое отношение к банкам и есть. Давайте поговорим о том, что такое сейчас маркетинг. В большинстве компаний маркетинг – это большое или маленькое рекламное агентство полного цикла. Воспринимают маркетологов и функции маркетинга именно таким образом, относятся к ним, соответственно, также. И самое главное, что маркетинг выполняет скорее функцию размещения рекламного агентства. Функцию размещения рекламы. В реальности это не совсем так. Если спросить или посмотреть на деятельность большинства продуктологов, людей, которые разрабатывают продукты в отдельно взятых финансовых организациях, банках, или, может быть, даже совершенно не в банках, и задать им простой вопрос, как часто они общаются с клиентами или находятся там, где продают их товар, то большинство из них, процентов, наверное, 80 или 90 скажут о том, что в последний раз с клиентами не разговаривали полгода или год назад, были в какой-нибудь точке продаж, продавали какой-нибудь, не знаю, телефон с заказой тоже где-нибудь год назад. Это самая большая проблема, которая делает большую пропасть между продуктологами, теми людьми, которые создают продукты, и реальными клиентами. Именно здесь маркетинг, наверное, имеет самую большую компетенцию. Мы должны понимать, что происходит в реальности на рынке, мы лучше всего должны знать наших клиентов, мы лучше всего должны понимать, как они относятся к нашему продукту, как они с ним взаимодействуют, какие у них боли и проблемы. Именно маркетинг должен приходить с улицы в компанию, говорить, какая у нас проблема, чего нам не хватает и чем недовольны клиенты. И если сотрудники смежных подразделений, которые занимаются разработкой продукта, не воспринимают или не готовы еще воспринимать реакцию клиентов на их продукт, то, соответственно, маркетинг должен возглавить переменные необходимые в продуктах. Я сейчас могу примерно рассказать о том, как это может происходить и как, в общем-то, происходят подобные изменения. Как я уже говорил, маркетинг – это понимание клиента в первую очередь. Весь маркетинг сейчас, в 2015-2016 году – это только понимание клиентов. Все инсайты, которые вы из них получите, приведут к изменению или созданию нового продукта, приведут к новым каналам коммуникации или рекламным компаниям, приведут, соответственно, к росту продаж и так далее. Да, разработка продукта, да, технология, да, анализ конкурентов, да, построение коммуникации. Это все база, которая будет вытекать только из того, после того, как вы начнете понимать клиента. В большинстве компаний, большинство вообще маркетологов, они в реальности проходили курс маркетинга в университете, получали высшее образование, знают, что есть различного рода сегментации клиентов, но в реальности не задают себе вопрос. Либо его задают, но неправильно. Все ли ваши клиенты одинаковы? Это самый важный вопрос, который нужно задавать себе практически каждый день. Объясню сейчас почему. Как обычно происходит сегментация в большинстве компаний? Вы смотрите на всю свою клиентскую базу или на всех своих клиентов и делите их по различным характеристикам. Самый простой и основной – это по доходу. Либо по доходу, который получает клиент, либо по доходу, который, по прибыли, которую этот клиент формирует для компании. Дальше можно сегментировать по возрасту, по полу, по территории и так далее, и так далее, и так далее. По пользованию продуктами вашими. Очень можно, достаточно большое количество микросегментов или подсегментов можно провести. Да, это опять-таки база, которую необходимо реализовать. Но, насколько это правильно, насколько возможно создавать продукты, просто разделяя своих клиентов на три каких-нибудь категории – бедные, средние, со средним доходом и богатые. Вы прекрасно понимаете, что люди в зависимости от различных жизненных ситуаций могут переходить из одного класса доходов в другой, и при этом не всегда менять свои привычки. Либо менять, но не все. На мой взгляд, правильно сейчас сегментировать по лайфстайлу. Никто хорошо этого не умеет делать у нас в стране. Это я вам точно сейчас гарантирую. Но есть различного рода попытки, как это сделать. Предположим, если вы сегментировали людей по доходу, то вы получили, возьмем, например, кредит, то вы получили продукт, это будет примерно один продукт, кредит или кредитная карта, но для разных категорий людей она будет либо с разными процентами и уж точно с разными суммами, либо лимитами. То есть фактически у вас есть кредит на маленькую сумму для бедных, на среднюю сумму для людей со средним доходом и на большую сумму для людей с большим доходом. С одной стороны кажется все совершенно логичным и правильным, но если посмотреть на эту ситуацию немного иначе, то мы приходим к тому, что людям намного важнее формировать не только клиентское предложение с точки зрения того, какую сумму кредита вы ему даете, но еще очень важно понимать, как и почему вы это ему даете. Потому что скорее всего точно так же маленький, средний и большой кредит ему предложат еще 750 банков, которые есть у нас в стране. Но если не 750, то я вас уверяю, банков 20-30 из топ сделают то же самое и скорее всего это сделают может быть даже быстрее, чем вы. И тут возникает вопрос, почему он должен взять кредитную карту, либо кредит в вашей компании, а не в какой-нибудь другом банке. Что дает так называемая сегментация пола и сталь? Это возможность правильно формировать коммуникацию клиентам, исходя из того, какие вы смогли выявить психографические портреты. Я сейчас не буду рассказывать про то, как это реализовать, я буквально в двух словах скажу, откуда информацию теоретически можно брать, но в любом случае это может привести к тому, что вы, предположим, пример опять-таки будете продавать кредитную карту, либо кредит людям из разных сегментов психографических, да, по-разному. Предположим, одному вы можете продавать кредитную карту, даже если она ему не нужна, как заначку на черный день, говоря ему о том, что для тебя это определенная стабильность в наше непростое финансовое вредо. Раз. Другому вы можете продавать ту же самую кредитную карту, как возможность ни в чем себе не отказывать. Мы живем один раз, и если ты идешь в каком-то магазине и видишь классный гаджет, классные кроссовки или классные джинсы, то зачем ты себе отказываешь в удовольствии? Возьми ее, отдашь деньги потом. Для другого психографического сегмента, у которого преобладают взаимоотношения с близкими, ну так назовем их пока, условия с семьянинами, вы, соответственно, можете говорить о том, что вы таким образом можете сделать приятно близким, удивить их, ну и, соответственно, всем будет хорошо. Это очень важный момент. Как это можно реализовать? Предположим, это просто один из примеров, который далеко не самый простой, но его можно взять за основы и попытаться, собственно, ручно этого сделать. Хотя, сразу оговорюсь, в нашей стране это практически еще никто не делал, и это достаточно сложно. Продолжение следует... 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 Слайд обратно, то сначала конверсия выросла в 1,4 раза. После того, как мы начали дальше менять картинки, добавили девушку вместо партнера, потом к этой девушке добавили карту, в итоге у нас общая конверсия выросла в 4 раза. Это к вопросу о том, как анализировать клиентов и как пытаться их понимать. Когда мы к ним приходили и разговаривали с ним на предмет того, почему вы не покупаете или почему вам нравятся или не нравятся те услуги, которыми вы пользуетесь, например, пакеты услуг, мы очень четко в определенный момент поняли, что люди просто не понимают, зачем он им нужен. Они понимают банковские услуги двумя простыми вещами. Ну, либо это карточка, которую они держат в руках, либо это вклады, которые они положили. Ну и еще мобильный банк, безусловно, мы не так часто. Про инновации. Это маленький кейс, пример, как можно использовать некоторые инновации в качестве пиара. Это не блок про инновации, это скорее просто кейс, пример инновационного пиара. Часы. Альфа-пэй. Что это такое? Часы с функцией бесконтактных платежей. Фактически вы привязываете свою банковскую карту к этим часам, туда вставляется сим-карта, как в телефоне, и вы можете расплачиваться этими часами. Инновационный продукт, да. Делали эти часы, выпускали, конечно, не мы, это австрийские производители, которые их делают, мы фактически просто стали банком, который их продает и который делает эмиссию карт к этим часам. Есть ли здесь бизнес, который настолько большой и интересный, чтобы тратить на него огромное количество времени? Конечно, нет. Но это возможность привлечь совершенно новую аудиторию в банк раз и возможность заявить о банке как о высокотехнологичном инновационном и, соответственно, использовать это в качестве пиара. Через три месяца после запуска этих часов мы, во-первых, продали всю партию, а во-вторых, мы их запускали летом, и через три месяца их уже не было. К концу года я провел анализ упоминаемости банка в социальных сетях, и часы Альфа-Пей стали лидером, стали на первом месте. С учетом того, что у нас был очень ограниченный бюджет, и мы не тратили деньги на рекламу в социальных сетях. Просто инновационность продукта позволила с точки зрения рекламы привлечь огромное количество аудиторий, постов, репостов, ну и, соответственно, охвата, который был необходим. Это с точки зрения того, как можно использовать инновации в пиаре. Про реал тайм. Так, дорого ли разрабатывать такой проект? Нет, мы сейчас, Виктор, если вы спрашиваете про часы, то нет, недорого. У этих часов есть определенная своя себестоимость, они просто покупаются, и вы выпускаете к ним свои собственные карты. Ну, там, с точки зрения стоимости, это вот и сложности, абсолютно недорого и абсолютно несложно. Но с точки зрения пиара вы получаете огромный эффект, ну и плюс ко всему вы привлекаете новую аудиторию в банк. Так, анализировали, сколько новых клиентов привлеков в проект. Да, ну, я в штуках, конечно, не буду говорить, к сожалению, я не могу этого сделать, но порядка 70% людей, которые приобрели этот продукт, были новые клиенты, и процентов 30% это были наши уже имеющиеся клиенты, которые просто приобрели себе. Большое количество людей приобретали подарок. Это, я бы не стал говорить, что это новые сегменты людей, с точки, ну, здесь смотрите, это очень хороший вопрос, это новые сегменты или нет. Это смотря, как посмотреть на эту базу сегментов. Если вы ее разделили там на бедных, средних и богатых, то нет, эти люди у вас попадут наверняка в какие-нибудь средние или богатые. Вот, если вы на это смотрите, на сегменты с точки зрения привлечения людей с таким, ну, инновационным подходом к технологиям, да, это более молодые, прогрессивные, современные люди, то да, это новые клиенты, которые пришли в банк. Порядка 70% из них были много, 30% это текущая база клиентов, которые приобрели. Очень многие их покупали в подарок, так как они стоили, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, 6 тысяч рублей. Это очень такой, ну, нетипичный и интересный подарок, который классно подарить там друзьям, знакомым, губерлийским на праздник или даже просто так. 5 тысяч рублей вы дарите часы, которыми можно платить, но не знаю, где еще такое можно сделать, чтобы удивить клиента, человека, другу. Давайте поговорим немножко про реал тайм маркетинг. Что это такое и почему это сейчас важно. Классический маркетинг умирает. Огромное количество рекламы, с которыми сталкиваются клиенты. Классический маркетинг, это я сейчас говорю с точки зрения продвижения, это больше, наверное, про коммуникацию и рекламу. Огромное количество контактов с рекламными носителями, с которыми сталкиваются клиенты. Их тысячи в день. И это, если не говорить про социальные сети, в которые люди заходят по несколько раз, в которые люди... Так, меня сейчас слышно, потому что у меня, по-моему, что-то произошло со связью. Да-да-да, все хорошо. Огромное, как я уже говорю, я думаю, вы и так все это без меня знаете, огромное количество контактов, с которыми сталкиваются клиенты, ну, просто люди живые на улице, огромное количество рекламы и попуток разного рода коммуникаций в социальных сетях, люди стали, перестали быть чувствительны. Спам-рассылки в e-mail, огромное количество смс-ок от всяких разных автодилеров, сотовых операторов и так далее, и так далее, и так далее, все, что мы каждый день получаем. Интересный кейс, который я не так давно услышал от своих знакомых, это был город Сингапур. Человек заходит в магазин, нам в России до этого, наверное, еще далеко, но мне очень понравилось. Человек заходит в большой супермаркет, в молл, в один из отделов одежды, идет по, ну, соответственно, по магазину, и ему приходит смс, где написано, Алена, ну, девушку ее звали Алена, написано, Алена, мы знаем, что ваша любимая рубашка синего цвета, находится в таком-то отделе, вы, пожалуйста, проходите направо, поверните там, еще раз направо через 50 метров, и увидите ваши любимые рубашки со скидкой. Это просто невероятный кейс, который говорит о том, насколько компания использует данные, ну, открытые данные источников, или биг дату, которая у них есть, про своих клиентов, которые даже никогда не были клиентами, которые только что в первый раз зашли к ним в магазин, и предлагает пусто таргетированные предложения для клиентов. Это в реальности. Нет, не IBK. IBK позволяет на самом деле просто пушить ваших клиентов к каким-то конкретным предложениям, которые они почему-то посчитали, ну, то есть вы почему-то посчитали необходимым отправить вашему конкретному клиенту. Но тут возникает два вопроса. Первое. Что вы знаете о своих клиентах? Второе. Есть люди, которые не являются вашими клиентами, и вы ничего не знаете? Я отвечаю в Виктору. И в-третьих, у вас должен быть включен блютус, чтобы IBK сработал. Здесь вопрос был совершенно иной. Я честно могу сказать, я пока не знаю, как эта технология до конца работает, но в реальности, в реальности все происходило таким образом, что вы зашли, потому что вы подключились, видимо, к сети Wi-Fi, вас определили, проанализировали информацию в социальных сетях и так далее, и так далее, посмотрели ваши покупки в других магазинах, это тоже все видно, вот и сделали вам таргетированные предложения. И они, правда, попали, эта девушка, Алена, она, правда, любила голубые рубашки. Она купила, но это вот кейс, который говорит о реалкой маркетинге. Что есть интересного сейчас в России, можно использовать достаточно просто. Ну, во-первых, технология, которую Виктор написал, и Виктор, да, она тоже неплоха, она позволяет поставить датчики, где вам только удобно. Если у человека включен бутуз, вы можете ему отправлять любые предложения. Это очень на самом деле классно, проблема только одна, насколько для меня я ее вижу, это бутуз, который не всегда у людей включен, и который на большинстве телефонов есть батарея. Очень сильно. Ну, на самом деле это очень классно. Вторая интересная технология. Человек, привет, кейс, человек осуществляет покупку, предположим, в ресторане. Ему, соответственно, банк сразу же присылает смс-ку о том, что произошла покупка, и деньги списали из карты. Дальше. В тот момент, в тот момент, когда смс-ка из банка уходила к клиенту, она проходила через определенный шлюз, который ее распознавал. Этот шлюз, распознавая смс-ку, увидел, что человек совершил транзакцию в ресторане. И после этого банк автоматически, без участия человека, отправляет смс-ку этому же человеку вторую смс-ку автоматически, мгновенно. А смс-ка может выглядеть примерно следующим образом. Ну, если вы, допустим, сидели в ресторане и совершили такую транзакцию, смс-ка может выглядеть следующим образом о том, что вы наверняка хорошо провели вечер, закажите такси со скидкой 15% от нашего партнера какого-нибудь. Гудет, Юго, Яндекс, такси, какое угодно. Это такой, ну, наверное, самый простой и примитивный пример реал-тайм-маркетинга, который можно максимально быстро реализовывать и понимать, что делает ваш клиент и делать опять-таки таргетированные предложения. Я знаю, что один из банков России, не буду называть какой, реализовал похожую технологию, которая фактически приводит, похожую, знаете, она похожа больше скорее на Яндекс.Навигатор. То есть они видят в реальности передвижение своих собственных клиентов по городу, по карте. Они формируют, ну, то есть будем так говорить, отлавливают ежедневно повторяющиеся маршруты, когда вы едете на работу, с работы, на работу, с работы, и так каждый день. Наверняка вы ездите примерно по одному и тому же маршруту. И, понимая, что вы ездите, например, с работы домой, они находят в партнерах либо магазинах, которые находятся у вас по пути, и предлагают вам заехать, не знаю, у вас букву вкуса и купить продукты со скидкой. Пятерочку, там, в Ашан, куда угодно. В реальности, в тот момент, банк уже начинает думать за вас, когда вы еще даже не думали о такой потребности. По-моему, это вот как раз-таки то, куда сейчас идет весь маркетинг, пускай и небольшими, но все же шагами. Вопросы есть? Продолжим. Геймофикация. Хорошо. Что интересно? Спасибо. Про геймофикацию. Сейчас очень много людей, очень много в маркетинге начинают говорить про геймофикацию, и на самом деле это очень важный тренд, тренд, куда идет сейчас весь маркетинг. Еще один из трендов, куда идет маркетинг. Что такое геймофикация? Это построение взаимоотношений с вашими клиентами не на основе какой-то коммуникации, когда вы им что-то продаете. Люди не любят, когда им что-то продают. А построение коммуникации, когда вы предлагаете им совершить какие-то действия за что-то. Как бы это ни звучало, но там даже наверняка многие из вас читали, есть несколько, буквально две очень интересные книги. Одна называется «Люди, которые играют в игры», вторая называется «Игры, в которые играют люди». Почитайте, если будет интересно. На досуге они небольшие, их написал психолог, рассказывая о том, какую роль игры занимают в жизни, в социальной жизни любого человека, общества, страны, и насколько это вообще с точки зрения истории важный элемент взаимоотношения между людьми. Это правда очень важно, это то, на что сейчас мало смотрят только, наверное, там прогрессивные какие-то компании. Кейс, который мы делали не так давно. Альфа-гейм. Мы ее назвали альфа-игра. У нас было, что мы хотели, какая у нас была задача. У нас была задача продать нашим клиентам пакеты услуг комфорт. Достаточно такой премиальный, интересный, но все же в какой-то мере дорогой продукт, который не всегда люди покупают с легкостью и понятно. Что мы им предложили? Мы им предложили сыграть в игру. Мы создали сайт, вы его сейчас видите, постарались его сделать в спортивной тематике, в такой спортивной игровой тематике. И мы им сказали, что, ребят, у нас есть 20 айфонов, 6 ТС, у нас есть 50 часов альфа-пэй, о которых я вам уже говорил. Мы их всем раздойдем, если вы с нами сыграете в простую игру. В реальности, да, в простую игру. Что нужно было сделать клеем? Им нужно было зарегистрироваться на этом сайте. Фактически, они становились, они открывали у себя пакет услуг комфорт. И им в течение трех недель приходили 6 заданий в смс. То есть, мы отправляли клиенту первую смс, сделали задания максимально простые и понятные для клиентов и необходимые нам. То есть, мы постарались сделать так, чтобы клиент максимально пользовался своей банковской картой, и второе, чтобы он максимально пользовался мобильным банком. Мобильный банк, понятно, что банку не генерирует никаких доходов, это скорее про удобство и про обучение клиентов в пользовании мобильной банкой. Первая смс-ка была самая простая. Подключи мобильный банк и оплати 100 рублей на свой мобильный телефон. Все это сделали буквально в первый день. Если клиенты совершали... Ирина, если вы спрашиваете про Альфа-Гейм, то я вам расскажу сейчас, какое количество клиентов приняли в нем участие. Так, я остановился. Клиент приходил смс-ку, он совершал соответственно эту операцию, ему приходила вторая смс-ка со следующим заданием. Заданий было всего шесть, они были достаточно простые, разного направленности, но практически все про оплату либо картой, либо оплату через мобильный телефон. Были курьезные, в том числе случаи, я сейчас тоже немножко расскажу, такие забавные. Нам целевое значение, которое у нас было, нам нужно было продать, нам было нужно, ну вот, приняли участие практически 3200 человек, это клиенты из текущей базы, которые соответственно приняли участие, 644 клиента выполнили все задания, все шесть заданий они выполнили, 266 финалистов, которые победили, то есть, это 266 человек, которые выполнили максимально быстро все задания день за днем. Сейчас объясню, в чем разница между теми, кто выполнил задания и финалистами, люди, которые просто выполнили задания, они могли выполнить, ну условно, в понедельник они делали одну операцию, пришла смс-ка, они не стали ее делать, а сделали через два дня, им потом пришла смс-ка, и то есть, какое-то определенное время у них это закрепило, две недели, предположим, люди, вот эти 266 финалистов, они выполнили все задания за шесть дней, первый день он получал смс-ку, делал задания, во второй победить, 3200 человек, 331 населенный пункт, но это включая самые маленькие несущественные, все города нашей страны миллионники, в том числе я здесь обозначил самые западные, восточные, южные и так далее, победители у нас были во всех городах практически каждого федерального округа, и на Урале, и в Москве, и в Питере, и самый далекий от нас, от Москвы, самый далекий победитель у нас был в Якутии, Якутии, прошу прощения, я сейчас говорю про победителей, которые выиграли iPhone 6s. Когда мы звонили и разговаривали с клиентами, просто какое-то невероятное удивление людей было не то, что они выиграли, а в том, что банк, большой банк, построил вот такое общение с ними, им было интересно, они в реальности рассказывали о том, что они ждали задания, сидели на работе, им приходило смс, они его зачитывали своим коллегам, бежали там в соседний магазин, в соседнем магазине, ну там у нас одно из заданий было, нужно было купить в течение часа что-нибудь на любую сумму в трех разных магазинах, они бежали в один магазин покупали, из него бежали в другой в третий, вот, ну то есть мы создали определенные совершенно нетипичные для банка взаимоотношения с людьми, и это существенно важнее того, что они просто победили. Да, здесь, не знаю, почему-то презентации сейчас нет, наверное, я забыл слайд, у нас был такой любопытный, курьезный случай, мы отправили одно из последних заданий, предпоследнее, клиентам предложение сходить в кино со своей второй половинкой, ну, нам нужно было, чтобы люди сходили, ну, чтобы мы создали у них какие-то приятные впечатления от этой игры, сходили там в театр или в кино, мы создали смс-ку, сходи в кино со своей второй половинкой, нам позвонил клиент, парень, говорит, ребята, у меня нету девушки, можно я схожу с другом? Ну, то есть он настолько вот, ну, глубоко воспринял и, ну, как-то проникся, что даже вот такие вот запросы, конечно же, да, нам, ну, то есть мы хотели просто, чтобы вы с кем-то вести время. Вот. Как, каким параметром вы оценили эффективность игры и эффективность для банка? Все просто. У нас были целевые значения продажи этого пакета услуг Comfort. У него есть определенная доходность, к сожалению, я опять не могу сказать, ну, которая формирует доход для банка. Мы посмотрели, какие расходы мы понесли на закупку призов и на создание сайта. У нас не было большой рекламной кампании, потому что мы работали на наших внутренних клиентов. Мы посмотрели эти расходы, посмотрели, какое количество клиентов нам необходимо, чтобы их превысить, увеличили эту цифру там буквально, наверное, сейчас я вам точно скажу. Сейчас, одну минуту. Примерно раз в семь и, ну, и, соответственно, поставили для себя целевое значение в определенном количестве людей. Мы достигли этих планов и выполнили все целевые значения. То есть, логика была очень простая, там, никаких сложных, мега сложных расчетов. Давайте поговорим про пиар. Я могу либо сейчас, либо потом еще тоже отвечать на всякого рода вопросов, даже, может быть, которые я здесь не озвучил. про пиар и почему это важно. И сейчас я, наверное, расскажу про опыт, который, и про кейсы, которые у нас были в банке 24, когда я там был директором по маркетингу. Большинство банков, компаний и так далее воспринимают пиар скорее как возможность всему миру просто рассказать о том, что вы делаете, какие новые продукты выпускаете и написать пресс-релиз. Вот это вот, ребята, не пиар. Я даже не знаю, как это называется. Людям не интересно о том, что делает ваша компания. В большинстве случаев. Когда вы заходите на сайт какого-нибудь крупного банка или любой другой компании, и там половину сайта занимает раздел с новостями, значит, что люди совершенно не понимают своих клиентов. Никому не интересны вашему миру. Пиар это один из важнейших ваших инструментов, которые, пиар я говорю не за деньги, а важнейших ваших инструментов, которые может позволить просто перевернуть любую ситуацию и добиться больших успехов, чем любой маркетинг за любые деньги. Как в кризисной ситуации поддерживать имидж положительной компании? Все знакомы с банком 24, у которого в сентябре 2014 года отозвали лицензию. Ирина точно знакома. Супер. А все, хочется верить, видели или знают или помнят, как развивалась ситуация, когда отозвали лицензию и какой, назовем его, положительный пиар-ковод все это принесло. Хорошо. Что происходило и что мы делали? Давайте. Сейчас я к этому вернусь. Есть два вида пиара, кризисного или антикризисного, и отношения руководителей в маркетологах, либо там пресс-службы к нему. Вот слева вы видите пример реакции Галицкого, владельца сети Магнит, когда в одном из магазинов, я думаю, вы знаете эту историю, когда в одном из магазинов в Санкт-Петербурге там блокадница умерла после того, как ее обвинили в том, что она украла масло и так далее. Огромное количество негатива получила компания и ее лицо, собственник, кто-то должен больше всего был за нее бороться. На первые комментарии от блогеров и журналистов совершенно никак не реагировал, никак не отвечал, продолжал писать про свой любимый футбольный клуб в Краснодаре и в принципе не придал этому никакого значения. Получилась супер-мега-негативная реакция. Второй пример. Ну, все просто. Вышли ну, там техслужба, ребята из техслужбы в одном из аэропортов по-моему это была в Ирландии, если я не ошибаюсь и нарисовала, ну, вы видите, что ребята там повеселились, нарисовали на снегу. Клиенты это сфотографировали, выложили в социальные сети, в социальных сетях это все подхватила одна из самых популярных изданий из страны с вопросом, что вообще происходит. Просто ответ пресс-секретаря решил всю проблему. Ну, читать не буду, да, но очевидно, что рисование не является коньком нашего персонала. Все. Весь негативный эффект снят. Давайте теперь про банк 24 и про то, как нужно делать пиар. У нас был такой девиз «Думаем головой» и было перечеркнуто «Думаем сердцем». Мы сначала думали, что мы банк, который думает головой. У нас были вот такие футболки, это реальные футболки, в которых мы ходили в банки, мы как-то этим так гордили, что мы такие неординарные, необычные банки. А потом оказалось, что мы не банк, который думает головой, а мы банк, который думает сердцем. Что произошло? Я вам даже такую хронологию, если интересно, могу порассказывать о том, как себя чувствует директор по маркетингу и что он делает, когда у банка отзывает лицензию. Рассказать, да? Да, ну давайте. Ну вот, в общем, какая была ситуация. Это был вторник, сентябрь 2014 год. На сайте центрального банка появляется пресс-релиз, о том, что у банка 24 отозвали лицензию. Это было 8,53. Если честно, даже не успел на тот момент не спугаться, не удивиться, наверное, я просто понял, что вот буквально сейчас несколько часов будут самые горячие в моей профессиональной карьере, это точно. через 5 минут я получил звонков, наверное, 150 от различных журналистов разного совершенно уровня, в том числе ведомости, коммерсанты, РБК и так далее, и так далее. У меня такое ощущение, что и самое важное, клиенты, как обычно это бывает в банках, когда отзывают лицензию, люди сразу же идут в банки, но понятно, чтобы понять вообще, что происходит, что они там видят, они видят табличку о том, что банк отозвали лицензию, банк закрыт, какие-то объявления и так далее. Что мы сделали? Мы не стали ничего закрывать, мы оповестили наших сотрудников, что, как и кому говорим. Мы сами вышли на дежурство и мы стали сами разговаривать с клиентами. Я сам лично стоял в полпе людей, достаточно, я не буду говорить совершенно агрессивных, обеспокоенных, которые задавали понятные для меня вопросы, что там нам дальше делать, как быть и где наши деньги, на которые мы еще не до конца владея ситуацией, информацией, отвечали так, как могли. Что мы сделали первым делом? Первым делом мы написали достаточно искренний, человечный, такой очень сердечный пресс-релиз, который мы выложили на наши официальные группы в социальных сетях. Пресс-релиз писал, ну, писали сотрудники, это правда было какое-то такое очень человеческое отношение к тому, что происходит. Он достаточно большой, интересный, буквально несколько цитат, которые я вырвал из всего пресс-релиза, и о том, что мы не признаем свои ошибки и вину, и что нам очень жаль, что мы правда не смогли доказать центральному банку на тот момент, что мы исправляемся, и про то, как нам правда стыдно за то, что мы подвели своих клиентов. Это был первый, наверное, в истории случай, когда банк искренне и честно признался или сказал о том, что в реальности произошло и что вообще происходит. На самом деле этот пресс-релиз нам позволил получить первую волну, огромную волну упоминаний в социальных сетях. Мы получили огромное количество положительных, положительные реакции клиентов, которые, которые сводились примерно к тому, что ребята, спасибо, что вы нам хотя бы честно во всем признались и сказали. Нам тоже вас жаль, потому что практически вы все потеряли работу, но вот при всем при этом. Это все увидели журналисты, безусловно, и мы получили первую огромную волну положительных публикаций во всех СМИ, каких только можно было, самого топового уровня, включая коммерсанты, ведомости и так далее. Дальше. Мы получили огромное количество, ну мы начали получать огромное количество вопросов от клиентов в социальных сетях, что делать, какие документы заполнять, куда бежать, у меня деньги подвисли, у меня не подвисли, я заплатил кредит, и у меня там были вклады, ну депозиты, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество вопросов, на которые, ну люди, у которых не звали лицензию, не знают, как отвечать. мы не стали говорить, ну фактически мы могли сделать очень честно, ну правильно, мы могли всех отправить в центральный банк. Это было бы формально правильно, потому что на тот момент временная администрация, которая пришла в банк, была руководителем, ну фактически руководила компанией. Мы не хотели, мы хотели и правда общаться с людьми и рассказать, и поддержать силу. Но нам отключили интернет, социальные сети, сайт, и просто не дали никакой информации. Просто. Нам пришлось всем сотрудники работать со своих личных аккаунтов, со своих личных телефонов. Кто-то пошел, купил сразу же модемы, подключили их к своим ноутбукам для того, чтобы была связь. Кто-то со своих телефонов писал и общался со всеми клиентами. Огромное количество сотрудников не встали, не ушли куда-то домой. Они правда почувствовали свою искреннюю ответственность перед клиентами и правда пытались их поддерживать как могли. Мы сделали отдельную группу в социальных сетях. Группу, в которой мы сказали о том, что ребята, все вопросы, которые у вас возникают, повторяются и так далее, мы будем обсуждать здесь. Отдельная группа для клиентов. в социальных сетях. ну, соответственно, мы туда всех пригласили и приглашали дальше. Мы получили, я сейчас точно не скажу, но, наверное, порядка 7 тысяч человек в первые 2-3 дня. 7 тысяч человек, которые пришли в эту группу и, соответственно, мы там отвечали на все вопросы. Что нам это дало на самом деле? Вот этот первый такой флайт будем говорить в наших действиях. Ну, как я уже говорил, пресс-релес донес информацию для всех. Группа в Фейсбуке стала местом обмена информации и выплеска эмоций. Огромное количество людей нас поддерживали, но, безусловно, огромное количество людей нас не поддерживали и нас во всем обвиняли. Это было место, куда люди выплескивали свои эмоции. Они не ходили на свои аккаунты писать, они не ходили куда-то там еще писать. Они пришли в группу высказать нам в лицо. Мы общались с ними и с ними общались другие клиенты. Ну, и, соответственно, сотрудники, которые работали с личных аккаунтов, они вызывали доверие. То есть, когда вам в Фейсбуке отвечает не какой-то там логотип банка, а вот реальный там Денис Охремович или еще кто-то из сотрудников, вы его видите, вы видите в его профиле, где он учился, где он, не знаю, гуляет, где он живет, это немножко другой уровень отношений и доверия между людьми. Что произошло дальше? Ну, как я уже говорил, огромное количество положительных отзывов о том, что там держитесь, с вами было удобно, мы вас любим и так далее. Цветы по всей стране. Очень интересный пример, который много раз где обсуждали. Это офис в Москве на Тверской. Один из клиентов принес цветы, это после того, как мы разговаривали с этим клиентом, это не были цветы, как знаете, такие посмертные, это были цветы благодарности сотрудникам банка. Мы, соответственно, принесли цветы, некоторые клиенты из других банков начали делать, назовем его, логотип отзыва лицензии, наверху видите, такое разорванное сердечко 24 и так далее. и мы смогли использовать вот этот положительный такой информационный момент для того, чтобы вызвать опять положительную волну в СМИ. Об этом опять-таки написали крупнейшие СМИ страны. О том, что клиенты банков впервые вообще в истории несут цветы к банку. Что произошло дальше? Это был второй флайд, второй большой волны публикаций. Что было дальше? Клиенты банка создали петицию на Change Church с просьбой вернуть лицензию банка 24, которую подписало огромное количество человек. Самое важное, что эта петиция была обращена напрямую к Кольвере Набиуллиной. Соответственно, это был еще один интересный для любого СМИ повод написать об этом. Виктор, сейчас ну, Виктор, за Северенбанк ничего говорить не могу. Клиентов, ну, сейчас я клиентам вернусь, да, давайте, отвечу Вадим на ваш вопрос. Вот. петиция по возврату лицензии на имя Эльвиры Набиулиной и огромное количество подписантов привели к тому, что, опять-таки, все СМИ написали о том, что впервые клиенты банка, у которого отозвали лицензию, требуют вернуть лицензию этому банку. И еще один был повод, который, о котором написали. Вадим, клиентов, с учетом того, что банк работал только с юридическими лицами, было около 45 тысяч. Идем дальше. Что мы в итоге получили? В социальных сетях. Больше 20 тысяч упоминаний в социальных сетях. Это был месяц, когда вышел iPhone 6. В социальных сетях он был на первом месте, а его чат Apple было на втором месте. Банк 24.ру с отозванной лицензией были на третьем месте. Это мониторинг сентября-октября 2014 года по количеству упоминаний компаний. Вот он результат. Более 600 упоминаний, более 20 тысяч и более 42 тысяч комментариев в социальных сетях. Это была очень большая работа, ее нельзя отнести к отдельно взятому человеку, ко мне, либо к отдельному взятому подразделению маркетинга. Абсолютно нет. Это была огромная работа большого количества сотрудников банка, которые могли не иметь никакого отношения к маркетингу либо к коммуникации с клиентами. Да, Ирина примерно маркетинг с человеческим лицом. В какой-то момент времени нас назвали, знаете, самой красивой гибелью банка. Нам это так понравилось на тот момент? Ну, насколько это вообще могло понравиться в то время? Ну, что в итоге на самом деле нужно делать? Когда сейчас уже мы отойдем от кейса с банком 24, что на самом деле нужно делать в пиаре для того, чтобы у вас все получалось? Все достаточно просто, честно. Нужно найти тех, кто вас любит. Клиенты, партнеры, любовницы, клиенты, все кто угодно, которые к вам хорошо относятся. То, что вы, это могут быть лидеры мнений, это могут быть простые какие-то активисты, это могут быть обычные клиенты. Огромное количество людей вас любит за что-то, либо у вас с ними хорошие отношения. Поддерживайте с ними их дальше. Дальше. Хорошие построения отношений с журналистами. Как бы это ни звучало банально, но это очень-очень важно. Журналисты живые люди, у них есть на все свое мнение, но у них есть, как и у любого из нас нормальные потребности в общении и определенные какие-то симпатии либо антипатии к людям. С ними нужно выстраивать отношения. У них есть своя работа, им нужны инсайды, им нужны интересные вкусные материалы. Им нужно иногда просто делать свою работу максимально быстро. Не чтобы они к вам прислали запрос на что-то, а вы им отвечали через два дня. им иногда у них тоже ездит лайм, им тоже нужно быстро. У нас был план, мы должны были отвечать на пресс-релиз не более 40 минут. Ну, в смысле не на пресс-релиз, а на запрос от журналиста. В одном из банков больших, которыми я когда-то работал, средний ответ на запрос журналиста был два дня. Ну, да, Вадим, именно поэтому. Всегда готовьте две истории, красивую и настоящую, если вы готовы к определенному кризисному пиару. Сейчас расскажу, что это такое. Всегда из маленького какого-то события можно сделать большую реакцию и привлечь к ней внимание. Сейчас тоже расскажу, как это может быть. Как я уже говорил, быть быстрым и открытым для СМИ. Сделать большое там подписи, цветы, митинги и пикеты здесь нужно быть очень аккуратным. Очень. И быть всегда вместе с сотрудниками и клиентами. Так, по поводу кризисного пиара. Сейчас расскажу, что это такое. Всегда, когда проходят какие-то конференции, мероприятия, круглые столы или лекции у меня или еще кого-то зовут, повыступать и рассказать про антикризисный пиар. Но никто почему-то не рассказывает про кризисный пиар. И кризисный пиар, как можно его все-таки использовать в хорошем качестве. Рассказываю, здесь, наверное, все-таки один будет кейс. А может быть, два. Два. Смотрите, какой интересный был у нас любопытный случай. Мы достаточно долгое время, ну, как и любая компания, выстраивали процессы, занимали сотрудники, обучали их, создавали продукты, выпускали рекламные компании и так далее, и так далее, и так далее, и все только для того, чтобы клиент пришел в отделение. Просто пришел в отделение. В надежде на то, что в отделении какая-нибудь симпатичная девушка, его замечательно обслуживает, и он уж точно никуда не уйдет от нас. Нам пишут в Твиттере. У нас был достаточно открытый председатель правления, и нам пишут в Твиттере интересную миссию. О том, что, ну, здесь есть ненормативная лексика, но все же. О том, что, ребята, я пришел к вам, простоял в очереди, но мне девочка сказала о том, что у нее обед, и она пошла на обед и попросила меня подождать там 30 минут. Проблема в том, что у девочек нет обеда, как вы понимаете, в банках нет обеда. Мы начали дико перед ним извиняться, конечно, но понятно, что клиент пришел, и он в реальности был расстроен, а он об этом написал. Принимается, ну, в председатель правления пишет, отвечает этому клиенту там через сколько? Ну, через, по-моему, 10-12 часов, наверное, может быть, чуть раньше, о том, что, ну, достаточно тоже, наверное, в грубой форме, о том, что эта девочка уволена, может нажираться на ночь, раз она пошла на обед, и все. С одной стороны, казалось бы, ну, какая-то, пускай, достаточно агрессивная, но все же переписка в социальных сетях. Двух человек, клиента и сотрудника банки. К чему это приводит? Мы получили огромное, что дальше? Мы берем и официально, ну, не официально, а через определенные каналы, показываем эту переписку журналистам, и журналисты, соответственно, журналисты, соответственно, начинают эту тему активно у себя использовать. Ну, понятно, это такая социально, социально острая тема, банкир уволил бедную девочку, которая пошла на обед. Ну, все самое плохое, что можно было сказать про банкиров, здесь, соответственно, можно сказать, соврано. Огромное количество осуждений для того, чтобы банкиры жирные коты срочно на вил, сами не бойся там о черную икру идите, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Очень важно, мы осознанно пошли на это. Казалось бы, получаем огромное количество негатива, которое сами себе создали. Но нет. Как оказалось, 72% нашей целевой аудитории, предпринимателей и бизнесменов одобрили наше действие. Его не одобрили, а физические клиенты, которые, грубо говоря, физики, вклады, кредиты и так далее. Но предприниматели одобрили. А все почему? Одна простая вещь. Они точно так же понимали и понимают важность того, как они это делают. Это их, у них точно такой же собственный бизнес, который они строили, который они делали. И какая-то девочка берет, отправляет вашего клиента обоих. Огромное количество ну такой, знаете, это был кризисный пиар, когда мы вышли на кризис, на кризисные новости и смогли из этого сделать для себя хорошо. Что мы в итоге сделали? Мы взяли смелую идею, мы очень сильно рисканули, мы это делали для пиара и для работы с целевой аудиторией. Нужно всегда быть готовым к плохому. Не было никакой гарантии о том, что эта новость также целевой аудиторией нас поддержит. Абсолютно нет. Мы просто взяли и пошли смело. Дальше. Про быть открытыми. Про быть открытыми и про социальные сети. Не буду рассказывать про такой пример. Давайте про следующий слайд. Очень любопытный и, наверное, интересный. Смотрите, это наш официальный аккаунт, в котором мы написали о том, что я вот сейчас даже уже не вижу, что мы тогда написали. Мы просто взяли картинку из какого-то стока, картинка слева, где просто в фотошопе написали цифру 88%, и это все было привязано к какой-то нашей новости о том, что доход или прибыль выросла на 88%, и вот такую вот девочку. Вроде ничего особенного, просто прикольная картинка в социальных сетях. Один из клиентов просто берет и нам в ответ пишет, что если бы это была реальная сотрудница банка, тогда у вас не было бы никаких проблем. Все просто. На правой картинке наша реальная сотрудница банка. это наша Бика ее зовут, девушка, которая отвечала за СММ в банке, она в реальности когда получила этот пост, просто взяла, она была в реальности в таком достаточно интересном платье, она в реальности взяла картинку, на которой написала это правда мы настоящие, что там такое написано, я даже не помню, в реальности сфотографировались в коридоре банка и отправили этому клиенту. просто насколько банк может быть нетипичным и насколько это было удивительно для клиента и для всех, кто это увидел. Про конкурентов и социальные сети. Я даже не знаю, стоит ли мне рассказывать про кейсы с Рокетбанком и Олегом Тиньковым, я, наверное, не буду здесь каким-то подробностью углубляться, но я думаю, что для любой относительно небольшой не рассказывать, Юга, да? Ну, все просто, да, для любой относительно небольшой компании это отличная возможность себя поднять и попиариться и попиариться. А, расскажите. Ну, все достаточно просто, да, в определенный момент времени есть такой Рокетбанк. Когда-то они были совершенно неизвестной компанией и стали известными, наверное, только за счет определенного пиар. Виктор Лысенко, по-моему, если я не ошибаюсь, это создатель Рокетбанка, где-то просто на улице увидел Олега Тинькова и с ним там заговорил, задал им какие-то провокационные вопросы, на которые после этого, Тиньков, конечно, не ответил, но после этого я на самом деле не думаю, что они специально ругались. Я тогда не буду углубляться, все прекрасно знают про взаимоотношения Олега Тинькова и Рокетбанка, но я не думаю, что они в реальности специально ругались и создавали друг другу такой имидж. Для Рокетбанка, на мой взгляд, это было очень выгодно, для Тинькова не обязательно это было делать, то есть не обязательно выгодно. При этом Рокетбанк сейчас находится в банке открытия не у Тинькова, поэтому делать выводы о том, что они друг для друга, но я бы так не говорил. У меня, если честно, презентация закончилась, но я могу подвечать на всякие разные вопросы. будут вопросы? Что вы имеете в виду, Юлия? Что значит, как считать? А, какие KPI? Понятно. KPI у маркетинга должны быть такие же, как у всего бизнеса, плюс один или два или может быть три дополнительных. Понятно, что весь бизнес и его собственник не делает бизнес сейчас и как оцениваем PR тоже. Понятно, но давайте про KPI. Понятно, что собственник и руководители компании, которые не занимаются маркетингом, они, ну и вся вообще компания создана для того, чтобы приносить трипл. Понятно, что у нее есть какие-то годовые планы по количеству новых клиентов, по доходности. И какой PR может быть МФО? МФО это что? Тоже мне напишите, что вы имеете в виду. Так, есть МФО Вадим, я не знаю правду. Про количество клиентов, которые перешли точку, правда, не знаю. Ладно, давайте по порядку и буду отвечать на вопрос. Про KPI. Первая часть это KPI такие же, как у бизнеса. Количество клиентов, доходность клиентов, количество продуктов на клиента, отток и так далее, и так далее. Обычные бизнесовые KPI, которые есть у всех. Они должны быть, потому что маркетинг все-таки функционирует не отдельно от сервина. Я бы добавил еще три, наверное, KPI для маркетинга. Не для пиара, сейчас специально разделяю, а для маркетинга это всего. Это NPS, уровень удовлетворенности ваших клиентов, это доля рынка, маркетинг должен влиять на разработку продуктов и привлечения клиентов и так далее. Это в свою очередь влияет на долю рынка, и уровень счастья клиентов, если его можно в какой-то мере вообще измерять. Это вот не про NPS, не про удовлетворенность, а про то, насколько вы правда можете делать счастливыми своих клиентов. Заводите сейчас может быть немножко глупо, расскажу простой пример про не KPI, а про то, какие KPI бывают глупые и как этого лучше не делать. Маленький пример. В любой компании, например, сотовой, есть KPI у сотрудников в колл-центре по времени обслуживания клиентов. Основная, ну, которая выглядит примерно так, вы должны обслужить клиента и закончить разговор за 2 минуты. То есть, как выполнить KPI? Ну, берете трубку и кладете ее, берете, кладете, берете, кладете, берете, кладете. Все, вы выполнили KPI, вы молодец. Ну, вам сказали 2 минуты, 2 минуты, готово. Какие проблемы? Вот. Это пример такого достаточно глупого KPI, который, конечно, нельзя использовать. Пример хорошего KPI по обслуживанию клиентов компания Запас, у них, они меряют части своих клиентов. У них нету времени, компания Запас занимается в Америке онлайн продажей, это крупнейший, по-моему, онлайн магазин обуви. Как можно, продавая обувь онлайн, сделать клиентов счастливыми? Ну, самая, наверное, сложная задача. Все просто. Мы брали время обслуживания клиентов, добавили, ну, они обучили, безусловно, сотрудников и добавили возможность разговаривать, ну, не возможность, а даже потребность разговаривать с клиентами на разные темы и помогать им в решении разных вопросов, таким образом, чтобы клиент в конце разговора, ну, эмоционально был, правда, доволен, счастлив и даже благодарен. они это все меряют, фиксируют и потом послушивают и так далее. И они дали каждому сотруднику 50, если я не ошибаюсь, долларов в месяц, которые он может потратить либо на себя, либо на своих коллег, либо на клиента. Ну, в большинстве случаев он должен потратить на клиента. Как они примерно тратят на клиента? Тоже такой, ну, понятно, что пример, но все же. Меня сейчас нормально слышно, когда я убрал эту стучку подальше? Звонит клиент в компанию запас, который покупает сапоги своей жене. Ну, казалось бы, что должен сделать оператор? принять заказ, и все. Что делает оператор? Он разговаривает с клиентом, там понятно, какие сапоги, почему звонит мужской голос, а почему женские сапоги. В итоге в разговоре выясняется, что у его жены через там полторы недели день рождения они заканчивают разговор. Оператор в этот момент прекрасно знает, где живет клиент, ну, потому что они доставляют туда огур, товар. Он отправляет на день рождения его супруги цветы на эти 50 долларов, которые у него есть для того, чтобы сделать клиента счастливым. Естественно, не говоря об этом никому и ничего раньше. Но вот какая реакция будет у клиента, когда вот такое отношение? Когда на день рождения приходят цветы от компании запуск? Ну, не знаю. на мой взгляд это очень круто и это к тому, какой должен быть KPI. На вопрос про KPI я ответил. Юля? Да, да, да. Про следующий вопрос, как оцениваете пиар? Все просто. Считайте, ну, во-первых, пиар не нужно сильно разделять социальными сетями. Примерно об одном и том же. В социальных сетях все просто. Мониторите социальные сети, есть огромное количество сервисов, которые это делаете, смотрите количество негативных, нейтральных и позитивных отзывов и смотрите, ну, какой у вас тренд и к чему вы хотите прийти. Второе. Что мы сделали в банке 24.ru? Когда я туда приходил, мы не входили даже в топ-100 самых медиа активных банков. Есть такая сайт Медиалогия, который ведет рейтинг, ну, там различный рейтинг, в том числе медиа активных банков, который меряется по количеству упоминаний банка в СМИ, ну, и, соответственно, там есть определенный коэффициент в зависимости от СМИ, ну, там, ведомости, а один коэффициент, важности, какой-нибудь региональной Красноярской СМИ другой. Когда я уходил, мы находились на, еще дозу в лицензии, мы находились на 12 месте среди самых медиа активных банков страны. В реальности банк по активам находился на 250 месте. Но в СМИ, а значит, и в головах всех клиентов, либо читателей и так далее, мы находились на 12 месте. PR, соответственно, нужно мерить таким образом. Не нужно мерить количеством выпускаемых пресс-релизов. Абсолютно нет. Вот это нет, это неинтересно, это не важно. Вопрос того, какие рейтинги, вопрос того, как часто и какие нейтральные или там позитивные вещи выходят. но отдельно, не меряя, обращая на это внимание, нужно смотреть на то, как отрабатываются сильные, серьезные, негативные информационные поводы. Насколько это хорошо происходит. Это уже померить будет очень тяжело. Но вы сами поймете, если у вас там условно приходит новость об отзыве, лицензии, и вы делаете из этого положительный, ну, насколько это можно вообще, положительный информационный фон, но тут уже мерить нечего, но все понимают, что это хорошо. Про PR окей, Виктор ответил. Видимо. Про то, ну, я уже сказал, что я не знаю, сколько клиентов перешло из 24 в точку. сейчас расскажу, должен ли PR подчиняться маркетингу. Все зависит от масштабов и целей, которые стоят перед компанией. Я лично не разделял бы. Я считаю, что PR и маркетинг должны быть примерно в одной структуре. Это не вопрос подчинения одного другому. Это вопрос коммуникаций и свободных отношений между этими командами, между этими функциями. Грубо говоря, если мы понимаем, что PR у нас сейчас может быть хорошим инструментом донесения продуктовой информации, то понятно, что это нужно делать через PR. Если мы говорим о том, что, грубо говоря, PR первым может отреагировать и увидеть какой-то негативный информационный фон, не знаю, в каком-нибудь городе прошел какой-нибудь слух про отзыв лицензии. То есть здесь маркетинг процентов на 50 или на 70 должен среагировать вместе с бизнесом и сетью, должен оповестить и обучить сотрудников, должен создать правильные клиентские коммуникации, должен создать возможно какие-то льготные предложения со скидками и так далее для того, чтобы снять негатив. На мой взгляд маркетинг и пиар это примерно это одно. Вот пример с банком 24. Не было бюджета на рекламу, ну, очень маленький. Вот в маркетинге мы, я считаю, сделали на тот момент очень хорошо. Соответственно, это позволяло влиять на продажу. Каким образом? Узнаваемость банка выросла, люди шли в Яндекс, искали что-то там про банк для малого бизнеса, видели много публикаций про банк 24, где-то об этом уже читали и слышали, после этого шли на сайт банка 24, потом заполняли заявку. Здесь пиар играл огромную роль в продажах. Это было тяжело, конечно, отследить, но все прекрасно понимали. микрофинансы. Я честно не знаю, какой должен быть пиар у микрофинансовых организаций, но точно не такой, какой он я сейчас. То, что сейчас происходит с микрофинансами и то, как сейчас разве, но то, как работает вот этот негативный информационный фон, связанный с коллекторами, с невероятными процентами и так далее, и так далее, это все очень плохо для микрофинансовых организаций. Очень сильно плохо. Пиар микрофинансовых организаций должен говорить совершенно о другом. В первую очередь у вас должна быть определенная статистика того, как меняется поведение людей. Как часто берут, как не берут, какой процент, насколько увеличивается или уменьшается средняя сумма кредита, насколько увеличивается или уменьшается время, на которое выдали кредит, как люди возвращают и так далее. Я уверен, что всю эту статистику вы знаете, но из нее можно сделать огромное количество таких макроэкономических, макрофинансовых выводов, которые будут интересны журналистам. Вы можете легко говорить о том, что рост микрофинансов, я сейчас придумываю, я не знаю реальную статистику, о том, что на примере какой-нибудь отдельно взятой компании, рост заемов микрофинансовых организаций по объему или по количеству, или предположим по количеству, но сумма уменьшается, говорит о том, что в реальности у людей не хватает денег до получки. и это может подтверждаться какими-нибудь данными РБК о том, что в реальности у людей упали доходы, выросла инфляция, выросли стоимости продукта, людям перестало хватать денег, люди начали экономить на продуктах и так далее. Вы из той статистики, которой обладаете, можете создать большой информационный полк, который может легко взять какой-нибудь РБК. Легко. Это пример того, какой может быть пиар в микрофинансовых организациях. Ну и, конечно, я бы на вашем месте очень сильно подумал о том, какие слои населения кредитуются, о том, какую социальную нагрузку фактически микрофинансовые организации могут нести, помогая этим слоям населения. Ну и, соответственно, выносить на общее обозрение очень хорошие и правильные кейсы, когда вы там, ну не знаю, помогли, поддержали людей, ну там, кому-то правда нужно было, не знаю, на лечение банки не давали или не давали долго, а вы помогли. В общем, какие-то жизненные истории. Да. Сейчас читаю вопрос еще о микрофинансе. Что могут взять микрофинансы от банка в плане маркетинга и инновации? Это, наверное, какой-то реал-тайм-маркетинг, это работа со вторичными продажами в первую очередь, и это реклама в социальных сетях. не реклама, а коммуникация в социальных сетях. На мой взгляд, это вот то, что сейчас микрофинансовом организации может пригодиться и может пригодиться неплохо. Вам нужно в реальности сформировать определенные отношения с клиентами, которые будут основаны не на том, что они вам пришли, когда уже банки им отказали, а на том, что вы им помогли в определенной ситуации и теперь они могут к вам приходить дальше. Пришел, взял, отдал, а пришел снова. Но для этого, соответственно, нужно, чтобы было правильное отношение между вами и им, чтобы они видели, что вы на них не просто зарабатываете, а что вы им нужны. Это определенный уровень сервиса, когда ваша девочка звонит и там напоминает или предлагает взять, или просто напоминает, что клиент может взять. Человеческие отношения. Людям приятно, когда с ними разговаривают другие люди. Сейчас давайте по очереди. Новорожденный микрофинанский, новорожденный финансовый эффект от маркетинговых компаний. Слушайте, оно это типичный вопрос, который очень, ну, не знаю, с одной стороны сложный, с одной стороны очень простой, смотря от каких. Если мы говорим про маркетинговые компании, которые запущены в интернате, все просто. Вы берете и имеете стоимость привлечения клиентов. Ну, вы же всегда знаете, сколько в каком-нибудь контексте стоит там клик, сколько этих кликов привело к заявкам, сколько заявок конвертировалось там по выдаче кредитов, на какие суммы и так далее. Вы в реальности можете посчитать, сколько вы потратили денег, сколько пришло клиентов. Если вы говорите про огромные рекламные компании, которые там завязаны на наружку, на телевизор, радио, вот весь микс рекламных коммуникаций, здесь все намного сложнее. Никто никогда, вот честно, к сожалению, не сможет вам сказать, никто еще не умеет считать правильно большие рекламные компании. Могут считать охват, могут считать стоимость контакта, это может приводить к определенной конвертации, но в реальности вы должны просто формировать свой план, исходя из стоимости контакта и дальше смотреть вот ваш охват, который вы сформировали по большой рекламной компании, к какому количеству контактов ведет. Грубо говоря, вы берете как один из самых примитивных примеров. Вы знаете, что там февраль, исторически февраль с мартом дают примерно одинаковые продажи, по тысяче чего-нибудь, нету какой-то сезонности либо других факторов, вы запускаете рекламную компанию и видите, что в марте у вас 1300 продаж. Все, можете смело говорить о том, что это за счет рекламной компании. Честно. По-другому, ну, правда, я не знаю никакой методологии, этот вопрос постоянно все задают, его, наверное, задают самым первым в университете, а как почитать рекламную компанию. Я вот, честно, я не знаю, что это рекламная никто их не знает, как считать. Вот такие большие машины. То есть нельзя прийти и сказать, вот мы запустили рекламную компанию с наружкой телевидением, радио и так далее, и так далее, прошло две недели, и давайте мы сейчас выключим вот такую-то радиостанцию, потому что она не формирует, она не эффективна. Нет, так не бывает. Какая-то должна быть команда маркетологов финансовой организации. Какая у вас финансовая организация, я не знаю. Сбербанки она большая, команда маркетологов очень большая. Это вопрос. Ну, в реальности маркетинг наверное должен, ну, не наверное, а должен там в реальности быть построен примерно из следующих функций. у вас должен быть хороший ресерч исследователей, если мы говорим более или менее крупную организацию. У вас должны быть маркетологи, которые обладают не академическими знаниями с точки зрения исследований, а коммуникационными знаниями, когда вы можете пойти разговаривать с клиентами, анализировать конкурентов, понимать свои клиентские предложения. Это должен быть человек тире продуктолог-маркетолог, который может создавать условно целый продукт. Это должен быть диджитал маркетинг, реклама в диджитале, это должна быть команда, которая занимается социальными сетями, и это должна быть классическая прямая реклама. Все. Ну, так в глобальном. Ну, пиар плюсом. так, на какие вопросы я еще не ответил. Безусловно, ну, вот сейчас, Вадим, не знаю, про какую компанию вы говорите, но в любом случае коммуникационная стратегия должна быть частью большой маркетинговой стратегии, которая, еще раз подчеркиваю, маркетинговая стратегия это не про то, как и где размещать рекламу. Это про то, что вы и для чего делаете для клиента, какие и почему продукты вы разрабатываете, какую боль, самое важное, вы хотите решить, которую не решает конкурент. Вот это маркетинговая стратегия, какие вы хотите занять позиции. И на основании этого формируется уже дальше рекламная, коммуникационная стратегия, диджитал маркетинг и так далее, и так далее. Но в первую очередь это об этом. вы должны прийти сейчас своим руководителям и сказать, ребята, давайте посмотрим трезвыми глазами на наш свой продукт. Мы решаем какую-то проблему? Если нас сейчас на рынке не будет, кто-нибудь из наших клиентов вообще расстроится, потому что они потеряли какой-то сервис, продукт или удобство. Это очень важно. Так, как у вас в Альфе была связка маркетологов с другими департаментами? Не было? Вон, как избегали финансовые совместные департаменты? Очень большой вопрос, Виктор. Я не буду рассказывать про Альфа-банк или Банк24, но я расскажу пример, как во многих компаниях, в очень крупных в том числе и в очень прогрессивных в том числе реализуется работа маркетинга и всех остальных подразделений. Все знают, что такое Agile и Scrum. Напишите там плюсики, минусики. Супер. Вот именно таким образом и должна строиться внутри любой компании работа маркетинга с другими департаментами. По Agile и по Scrum вы берете команды, людей формируете исходя из задач, которые стоят. Ну, грубо говоря, вы там занимаетесь разработкой первой занятии курса. Ну, вот, Вячеслав Акулов молодец. Вячеслав Акулов рассказывал про Альфа-Лаб, это инновационное подразделение Альфа-банка, а я могу рассказать про то, как это может быть призывно в маркетинге с продуктами, очень простыми словами, все достаточно с одной стороны просто, с одной стороны сложно. Сейчас в компаниях есть продуктологи, есть маркетологи, есть PR, есть сеть, есть колл-центр и куча там всяких разных людей. И теперь возникает большая проблема. Какие-то маркетологи, либо продуктологи придумали продукт и думают, что он очень классный. но все остальные подразделения могут так не думать и в принципе не хотели продукт. Вы приходите в сети и говорите, вам нужно в сети продавать новый продукт. Для них это еще одна головная боль, которую нужно заполнить. Приходите в колл-центр и говорите, вам нужно продавать продукт. Для них это тоже головная боль, потому что у них уже есть куча продуктов. Очень важный вопрос, для того, чтобы этого не происходило, эти люди должны быть вовлечены на этапе формирования продукта либо какой-то коммуникационной стратегии сразу. Формируются команды, в которую входит представитель от каждой функции, про которую я говорил, предположим. И соответственно разрабатывается продукт уже этими людьми, когда маркетинг может вносить свои изменения или корректировки, исходя из того, что они обладают знаниями с рынка или клиентов. Когда там сеть или колл-центр может вносить свои пожелания или корректировки в то, как коммуницировать или как упростить продукт для понимания клиентов и сотрудниками и так далее. В общем, понятно, что в большинстве компаний есть такие маленькие, назовем их там конфликты, войны или еще что-то. Наверняка мне сложно сейчас судить, у нас нету в банке, все нормально с этим. Ну, понятно, что всегда продажи конфликтуют с маркетингом. Это неправильно. у вас, ребята, одна цель, вы должны конфликтовать и воевать с вашими конкурентами. Какие-то простые вещи так, да, наружку. Вадим, я не понял вопроса про наружку. Слушайте, ну, смотрите, по поводу лизинговых операторов, не готов сейчас приводить какие-то примеры удачных коммуникационных компаний, но, на мой взгляд, лизинговые компании, страховые компании, это те отрасли, которые в ближайшее время, в ближайшее время в реальности покажут какую-то невероятную динамику и рост, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения привлечения к ним внимания. Это банки 10-13 лет назад. Это связано почему? У людей не было и нету, ну, сейчас только растет уровень финансовой грамотности раз, они понимают, что такое лизинг, почему он им нужен, а у нас растет предпринимательство, люди понимают, что такое лизинг, почему он им нужен, а у людей растет финансовая грамотности, не понимая, что нужно страховать здоровье, когда ты выезжаешь за рубеж или там имущество и так далее, и так далее. Это как раз та отличная возможность, когда вы можете проявить не только рекламную активность, размещая где-то, но и построить высокого уровня сервис. Люди независимы, вот сейчас я скажу важную для всех вещь, люди независимы от того, физическое ли это лицо, либо юридическое это лицо, юридическим лицом управляет точно такой же человек. Обычный, живой, у которого есть, который кушает, ходит в магазин, ходит в туалет, у которого есть жена, у кого-то любовница, у кого-то друзья, у кого-то нет друзей, они обычные люди, и они хотят нормального отношения и общения друг с другом. Точно так же, как обычные физические люди. Им нужно построить сервис такой, чтобы им было удобно, понятно и просто общаться и коммуницировать с лизинговой компанией, либо с любой другой. Я очень много говорю про сервис, потому что сейчас весь бизнес вошел в стадию, когда во главе не продукт, а клиент. Для клиента важен сервис. Люди, наши люди начали ездить в Турцию, в Европу, они почувствовали другой уровень сервиса, и они хотят его ощущать здесь. Нет, Юлия, я не считаю, что функции маркетинга и пресс-службы сейчас, я не считаю, Юлия, что функции маркетинга и пресс-службы должны быть сильно разделены, я уже много говорил про то, как это должно быть. Я бы не стал, Юлия, интегрировать несколько финансовых услуг в одной коммуникации, либо в одной компании, в одной простой причине. Честно, еще раз, люди не понимают, что такое панки, люди не понимают, что такое финансовые продукты, люди не понимают, что такое депозиты, овердрафты и так далее, и так далее. Когда вы хотите все это засунуть в одну компанию, у людей просто начинает взрываться голова. Разговаривайте с людьми на очень простом языке. Я приведу пример плаката, который я видел в одной из компаний, по-моему, это был еще там банк24.ру, плакат висел в колл-центре, где была нарисована девушка, которая вытряхивает на себя сумочку или кошелек, из которого не падают деньги, потому что он пустой, и она как бы задает вопрос, где же все эти денежные средства. Люди так не разговаривают, люди не разговаривают денежные средства. Люди так не говорят, где деньги, дай деньги и так далее, и так далее. Разговаривайте с людьми на человеческом языке. Когда вы им пытаетесь рассказать про кредит, овердрафт, лизинг и вклад в одной коммуникации, у человека просто взрывается голова, и он ничего не покупает, потому что не понимает. Какие банковские продукты для юрис возможности совмещать с лизингом? Ну, я честно сейчас сразу не готов ответить, но мне кажется, вам нужно подумать в сторону совместных банковских продуктов, таких как не только кредитование, но как страхование, в том числе. Мне кажется, вот так. Я не погружаюсь в блокчейн. Точно, Бигдату мы используем для маркетинговых целей, но какие-то там супер-мега-кейсы я бы сейчас, конечно, не рассказал. Бигдата будет применяться массово, широко и чем дальше, чем больше, но весь банковский сектор и финансовый сектор находится, Вадим, я вам отвечаю, на мой взгляд, находится на стадии, находится на такой первой стадии понимания, освоения и самое главное использование Бигдаты. У нас есть огромное количество информации, у нас тех, я имею в виду, у банковского рынка есть огромное количество информации, но пока что мы эту информацию не умеем правильно использовать. Пока что все делают первые шаги в этом направлении. Вроде бы ответил на все вопросы. Было интересно, может быть еще какие-то вопросы и в целом.